Ас-саляму алейкум. Мир вам. С вами Сергей. И Амирхан. И в связи с недавными событиями, которые произошли совсем недавно в Палестине, когда пострадали наши братья в Палестине, мы решили подготовить вот эту тему и пригласили к нам очередного гостя. На самом деле кажется, что конфликт он недавний. То есть вот сегодня у нас обострение, или там 2-3 недели назад. Но на самом деле этому конфликту уже не 10 и даже не 100 лет. И поэтому хотелось бы поговорить на эту тему, узнать побольше. И не просто вспоминать о Палестине и палестинцев только в тот момент, когда их там реально прессуют и когда у них там серьезные проблемы. На самом деле этот конфликт продолжается очень-очень давно. Да, и поэтому мы должны помнить о них всегда, потому что это наши братья и сестры. А не тогда, когда именно происходит очередной конфликт. Правильно. И сегодняшний наш гость – это глава диаспоры палестинцев Украины Хатим Алия Ауда. Саламу алейкум вархатуллах. Саламу алейкум вархатуллах. Ахалу алейкум. Как вам в Украине? Для начала мы спросим, иншалам. В Украине мы чувствуем себя как дома. Они нас поддерживают в основном во всем народу. Очень приемлем. И в последние годы они чувствуют то, что мы чувствуем долгое время, так как Крим уже оккупирован. И у них такие же конфликты. Поэтому они стали ближе к Палестине. И к палестинцам ощущают, понимают наши страдания. И вот тут у меня есть интересный момент. Потому что, например, тот же президент Украины, Владимир Зеленский, который этнический еврей. Ну и в парламенте там тоже в Раде много евреев. И они на самом деле поддерживают Израиль в этой войне. И иногда я могу такое же услышать от рядовых украинцев, которые вообще далеки от этого всего конфликта. И они вот спрашивают, почему палестинцы, арабы пришли в Израиль и воюют против евреев. Да, тут проблема не сегодняшняя, так как евреи или израильтяне называемые сегодняшний день, у них власть по всему миру. И даже если посмотрим на Twitter, на Facebook, даже в TikTok, если поставим пост поддержку Палестину, то удаляются, блокируются. В поддержку Израиля нет. Он распространяется в невероятном количестве и очень быстро даже. Поэтому то, что мы говорим о Зеленске, он поддерживает Израиль, это их не бизнес. Не сегодняшний бизнес, все это знают, и многие даже как-то в парламенте поддерживают Израиль, потому что они связаны. А вопрос у них абсолютно не идеология, не территориальная, не религия, не народа. У них бизнес независимо, он нигде не находился. Если Израиль создавали в какой-то другой стране, они там поддержали их. Вопрос не вражеского к Палестине. Да, то есть у них выгода чисто бизнес и ничего личного. Да, ничего личного, просто бизнес. А еще может быть потому, что Россия в данной именно ситуации поддержала Хамас, а получается Украина, чтобы против России быть, поддержала Израиль. Нет, такого не может быть, потому что, я думаю, в парламенте они видят правильную картину политическую. И Россия так особо не поддержала Хамас. Ну, это Россия, мы все знаем, что она тоже поддерживает Израиль. Это просто, то, что она связана с арабским, с исламским народом, она типа в кавичках поддерживает Палестину, а на самом деле не поддерживает первое ущемление Палестина еще в 1947-1948 году. Америка и Россия. Первые вот и кто. Мы к этому еще вернемся. Все-таки вопрос вот для, может быть, украинцев, которые нас будут слушать, и не только, по поводу, кто коренной народ вообще вот этой вот земли Палестины. То есть палестинцы, которые сегодня, арабы, да, которые там живут, они коренные или они пришлые? Вот я один из них коренной, у нас дома даже простой дом, есть область, город Наплеса, у нас дома дерево семьи до 25 поколений. 25 поколений, это сколько лет получается? Очень много, я считал, ну, каждый жил по 70, по 80, по 90. Ну, это вот самый элементарный, мы в деревушке, мы не... А не каждый может похвастаться от таких поколений. Я не могу. Вот коренные жители, это палестинцы, арабы. Мы все строили евреи, вот которые вот сейчас, они думают, что они хозяева этой земли. Мы их принимали бежницы из 17-го по 47-го года из Европы. И мы их встречали. У нас еще обычаи похожи на украинцев. Мы с хлебом встречали и гостеприимство. Люди даже ссорились между собой, кто больше берет народа к себе. От этих беженцев, да. И потом оказались, это сианисты. У них были планы. Наш народ — это святая земля. Поэтому для нас неприемлемо воевать с гостем или что-то подобное. В разных источниках, вот мы как раз читали, готовились к программе, и там было написано, что есть разногласия вообще по поводу коренастности народа Палестины. Некоторые говорят, что это вообще вот именно те, которые филистимляне, которые еще и в Библии о них упоминаются, которые жили там еще до того, как Моисей, Мусс, алейхиссалям, пришел с народом израильским на святую землю. То есть они прослеживают, что вот генетика, что вот прям вот так вот прям далеко. Ну, к нашему счастью, и их большое сожалению, даже археологи Кабали выкапывают только палестинские находки. Израильского ничего не находят. Они просто ошиблись с локацией. Да, их локация, она в другом месте абсолютно. А интересно, где? Она в Жизане, это между Йеманом и Саудской Арабией. Йеман. Да, вот там, если посмотреть хорошо в истории... Только саудитам только это не нужно говорить. Ну, они не обидятся, я думаю, уже эта проблема им не грозит. Вот. Они столько рились, столько Кабали, чтобы найти хоть что-то, израильское или еврейское, не получилось. Даже валюта, то, что они называют, шакаль, шекель, израильский. Шакаль, это на арабском, это палестинское, старое арабское слово, которое обозначает вес. Бери вес, это вот именно... Вес, единица вес. Вот Израиль, они пытаются даже до сегодняшнего дня все украсть, абсолютно. Припечатать к себе культуру. Даже наши танцы народные, абсолютно, вот они, как будто это их, наши блюда. У нас здесь хумус продается еврейский. Да, это тебе израильский нужен. Ну, есть моменты, даже если покажу любого, типа жителя Израила, сиониста, в моем дворе в Палестине, я скажу, расскажите, что тут растет. Он не знает, вот наши растения, именно специфика палестинская. Никто из них не знает. Ну, конечно. Да, это мы, которые там уже родились, уже 73 года на их создавании. Родились там, уже постарели, там в Палестине у нас, под названием Израилем. Они это абсолютно не знают. Жили долго, но все равно это... То есть это говорит о том, что они не местные? Не местные, абсолютно, они гостные. А вот правда, что они там дерево какое-то сажают? Да, вот говорят, я честно не видел, потому что забред мне на их места, я как личным активистом, мне... А вы не можете заехать даже в автономную Палестину? Не всегда, не всегда. Могу заезжать, они меня с границы принимают, и обратно, ну, такой. Меня тоже обратно. Я на самом деле пытался несколько лет назад проехать в Куц, и нас арестовали, и там держали на границе, и отправили обратно верно. Миша Аллах, освободи вилу. Говорят, security problems, и все. Да, мы желаемое лицо. С Моссадом поразговаривали, там нормально все. А еще некоторые говорят, что в Палестине в основном это всегда жили евреи, и палестинцы это евреи, которые приняли ислам. Или часть из них. Да, и получается иудеи, то есть евреи, которые туда приехали, воюют с теми же евреями, только с мусульманами, которые приняли ислам. Правда ли это? Абсолютно, даже в самом Иерусалиме относятся к яудизму. У них религия иудеи. Они против Израиля, и израильская армия, называемая израильской армией, их ущемляют как палестинцы. Они с нами в основном в митингах, они иудеи. А, это иудеи, да? То есть получается вот эти вот, часто бывает, когда вот вспыхивает эта волна, волнение в этом, в Кутсе, и бывают в Америке вот эти вот евреи, хасиды, хасиды, они выходят с плакатами в поддержку палестинцев. То есть это правда, есть такие, которые поддерживают. Есть районы, целый район в Иерусалиме, он в поддержку Палестину, они против Израиля, и Израиля там не место ему. И даже в Торо у них есть какие-то надпись, что Израиль именно не в этом месте, и нет их не кодз. То есть получается в Израиле евреи, которые там есть, делятся на два лагеря. Те, которые сионисты, воюют против мусульман, палестинцев. Мусульмане и арабы, у них это, наверное, значит, да. И те евреи, которые, то есть иудеи, да, которые поддерживают, то есть не имеют против ничего, против мусульман. Я бы хотел зачитать один момент, мне брат один прислал, очень интересного. Тут выдержка из книги Давида Бен-Гуриона и Ицхака Бен-Цви, которые были премьер-министрами и президентами Израиля. И они, когда были в Нью-Йорке еще в 18-м году, они написали книгу «Страна Израиля в прошлом и в настоящем» и в будущем, по-моему, там еще тут неполное название. И там много чего они говорят, и говорят, в частности, такое у них цитата. «Святую землю покинула лишь малая часть общины еврейской. Большая же часть еврейского народа осталась на месте и со временем приняла ислам. Их потомками являются палестинцы». На самом деле, когда еще Омар и до этого были, когда изгоняли евреев, по-любому же некоторые остались, правильно? Фалляхи. Однозначно остались. Я имею в виду, что братоубийственная война происходит. То есть евреи-сионисты, по сути, убивают евреев, просто мусульман. Ну, однозначно. Сейчас мир больно смешен, нету чистой нации. Вот, если мы будем говорить откровенно, честно. Я знаю, что я коренной палестинец, так как вот это дерево в нашей власти стоит дома. Я знаю мои дедушки до 25-го поколения. По мамине линии, по бабине, все это у нас как-то есть. Мир больно смиксован. Но коренные жители, это палестинцы абсолютно, не евреи, не относятся к евреям. То, что у нас в Палестине есть и все религии, и на это никто не обращает внимания, и не замечает, и мы не знаем, кто мусульманин, кто христианин, кто иудей. Потому что у нас толерантно абсолютно, это святая земля. Такой вопрос никогда не поднимался и не поднимается. Вот можем даже смотреть случайные кадры, когда проблема в мече Талакса. И стоит Чех, Святой Отец и еще в синагоге. И вместе защищают мече Талакса. Церковь Воскресенье, мы защищали ее. Сианисты ее бомбили именно. Они стояли полностью вот. То есть проблема не в самом еврейском народе или иудеях. Проблема именно в сианистах, правильно? В сианистах абсолютная проблема. У нас к любому нации нет проблем, абсолютно. Нет к народу проблем. Блохих наций не бывает. А проблема в сианистах, в их идеологии, они должны сохранить все арабы. У них идеология всех арабов вообще везде по миру? По миру, можно сюда. Даже в Йемене? Это как нацисты, да, получается? Один в один, даже больше, может и больше. Получается, нацисты их убивали, а теперь они решили наоборот. Да, хотя мы им помогали, мы их приняли. И наоборот получилось. Говорится, пригрел змею на груди. И нету, даже если посмотреть, нету границ с Израилем. Карты Израиля нету. Поэтому они пошли на хитрость, да. Они приняли резолюцию о создании государства, но не приняли о границах этого государства. О границах, да. Половина Сирии, половина Ирака, Саусская Арабия, Ярдания, Ливан. Но вот еще они должны расширяться. Это есть на баконе Арафат, показывал на одной из валют израильских, Агора. Вот карта была нарисована этой монетой, большая. Вот часто, кстати, по телевизору можно услышать именно арабо-израильская война. То есть мне кажется, что это именно идет манипуляция. То есть не Палестино-израильская война, а именно арабы. То есть арабы кто? Они должны быть где-то там на Аравийском полуострове. Что они там вообще типа делают? То есть тут тоже через вот такие вот простые, да, казалось бы, вещи, подмены понятий, терминов, они вот в Украине людям, получается, преподносят информацию не так, как она есть на самом деле. Ну, в общем, вопрос Палестинский Израиль, он раньше был не палестинским-израильским конфликтом, а был мусульманским-израильским, арабским-израильским. Правильно, они убирают слово Палестина, типа вы не палестинцы. Да, я объясню, потому что мечета Лакса принадлежит всем мусульманам на этой планете. Поэтому он не только палестинцам принадлежит, поэтому проблема мечеты Лакса — это проблема всех мусульман. Поэтому это мусульманский-израильский конфликт. Палестинская территория полностью, включая синистское образование, под называемым Израиль, это Палестина в целом, это принадлежит арабскому миру. Не только палестинцам, это часть арабская. Вот была Палестина, Сирия, Ливан, Ярдания — это одна целая. Шам. Да, это была душа. Их распределили. Они друг без друга не выживают. Даже обычаи одинаковые, города, допустим, город Наблос в Палестине, Дамаск и город Салт в Ярдане идентичны. Даже обычаи одинаковые, разговаривают одинаково, одевают одинаково. У нас каждый город, если своя специфика, и вот эти три города похожи, другие города похожи. Они одинаковые, это одна целая часть. Ее распределили, и стали разные страны. Были ли евреи в Палестине до Первой мировой войны? Конечно, были, да. До Первой мировой были приезжие и работники со всего мира приезжали, работали в Палестине. Палестина очень развитая была до Первой мировой. Все время, в принципе, было развитие в Палестине, отличалось от всего мира. Еще, может быть, они тоже обозлились, знаете, из-за чего во время правления Абдул-Хамида, он вообще жестко с евреями обходился и даже не разрешал долго им оставаться там, в Палестине. Он знал их намерения, у него было видение, а их намерение, поэтому запрещено им находиться возле мечты Аллах. И он разрешал только два месяца там быть, и потом они должны были уехать. И они пытались подкупить тамошнего правителя Палестины деньгами, чтобы он закрыл на это глаза. И даже просили Абдул-Хамида увеличить этот срок до трех месяцев. Он категорически был против. Это в какие годы примерно было? Когда правило Абдул-Хамиду? Это до 17-го года. Все это до Первой мировой войны. До Первой мировой войны, да. До этого был закон, им запрещено находиться больше два месяца. Даже 40 дней Беваль берет еще. Но это было правильное решение. Потому что Абдул-Хамид, он знал их, он в его время воевал с ними. Была такая шпионская такая война с янистами. С большим сожалению, не получилось дальше. Рушилась империя. И мы попали без армии, ничего без защиты. Ну, да. То есть там, получается, после Первой мировой были переселения, правильно? Массовые уже. Массовые, да. Вот они с Европы именно начали, в принципе, убивать евреев по всему миру. Их ущемлят. И сказать им, вот, едьте туда, там хорошо вас встречают, там хорошая страна, все будет. А наши палестинцы объясняли им, что вот там беженцы, жалко их, им некуда деваться. Их там убивают, принимают. То есть их начали убивать после Первой мировой сразу же, получается? Да, да, их ущемляли. Еще до Гитлера, да. До Гитлера еще их ущемляли очень сильно евреев. Так, а получается как-то интересно, то есть как декларация Бальфура одновременно с этим сработала, плюс вот эти вот события в Европе, может быть, оно как-то взаимосвязано? Ну, вот это все спланировано, это не спонтанно и не случайно абсолютно. Вот когда была декларация Бальфура, и правительство Англии обещало ему, что это будет выполнено, не просто обычная декларация, они уже начали работать и ущемлять всех евреев в Европе, разжимать их бизнес именно, и сказать, вот едьте туда, вот там, вот хорошая страна, будем строить вас. И они уже с планом. Вообще, нацисты, они не брезгуют тем, чтобы убивать свой народ для, казалось бы, как они думают, для общего блага этого народа. То есть, так же само, как был с Пален Рейхстаг, да, перед тем, как вот эти вот драконовские законы принять, так же само, как в России там были взорваны дома, там, Волгодонск, еще где-то. В прошлой войне в секторгазе так делали. По сути, так же само было, может быть, так же само было и сделано так, что в Европе по указке самих евреев, я имею в виду сионистов, начали притеснять евреев, чтобы они начали переезжать на Святую Землю. Бессомненно. То есть, вы уверены в этом? Уверен, я бессомненно. Я знаю, вот в секторгазе, когда захватили солдатов в прошлой войне, наше сопротивление захватило солдатов, и они для того, чтобы не выкуп и ничего, они бомбили вот там район Шаджайя, где-то было тысяч погибших. Убили свои солдаты. Своих? Своих, да. Все абсолютно, вот они знали о нефетах квадрате, они бомбили этот квадрат до котла, вообще ничего не осталось. Они были убеждены, что их солдаты, их тела смешивались, уже даже не найти. Просто их нет. Для того, чтобы их не шантажировать, или как обмен на каких-то заложников. Подстава сделана, подстава. Как жилось евреям и христианам до массовых переселений евреев в первой половине XX века? В Палестине нету отличий в религии, и мы даже знали, что есть кто-то христианин, когда был урок религии в школе, он просто вышел, и это собственное желание. Может, у нас он может остаться и может выходить. И в тот момент, когда он ушел, а почему ему разрешено выйти из класса, а нам нет? Нет, он христианин. А мне говорят, когда маленький, ой, мы тоже хотим выходить из класса. Да, вот еще прогуливать уроки просто. А мы тогда не поняли, что это как-то другая религия. У нас нету отличия абсолютно религиозные. Мы это даже не замечаем, не отличаем. Люди, в принципе, у нас все одинаково, очень толерантны. Вообще нету отличия. Знаешь, это мне напоминает, когда я в школе учился, у нас не было различия, русский или украинец. То есть это различие реально появилось, когда война началась. Ну так есть. В 14-м году. То есть до этого там русский, украинский. Какая разница? Вообще никто и не парился, даже не задавался этим вопросом особо. Не волновало никого. То есть это явно идет нагнетение этого вопроса специально для того, чтобы отдалить эти группы друг от друга. То есть вот вы мусульмане, вы должны враждовать с евреями, вы евреи с христианами, христиане с мусульманами. И вот так. Такие есть. Чтобы распределить их, чтобы могли контролировать. Разделяй властные. Часто в СМИ, когда показывают мусульман, про них говорят, что мусульмане это террористы. Но на самом деле, когда было уже много палестинцев, точнее евреев, которые многими массами начали переселяться на территорию Палестины, они не брезговали абсолютно никакими методами. И одним из методов был терроризм. То есть они взрывали посольство в Риме, например, британское. Можно вспомнить резню в Дейр... В Дейр-Ясин. Да, в Дейр-Ясин. Собрав шатилов в Ливане. Ну, их очень много. Не перечисляем просто, сколько резили, сколько убивали. Они даже закрывали маленькие города. Это в начале еще в 1948 году. Маленький город, допустим, жители пару тысяч, деревушка маленькая, закрывают полностью. Окружают, да. Окружают. Убивали все абсолютно, и животные даже. То есть детей не щадили, стариков, женщин? Никого. Вообще никого. Ля-Хавля-Ля-Ху. Да, и так во многих городах есть даже съемки документальные. И они хвастались этими, радовались. Хотя вот самое больное, вот эти жители деревушки, они приняли их к себе. Изначально? Да, изначально приняли их, а через время оказались эти сионисты, солдаты тренированные, у них с какими-то намерениями. А почему оно не вызывает резонанса в мире? Почему об этих... Потому что все в СМИ в их руках. В СМИ в их руках, да, вот реально. То есть нам известно только о деревне Дер-Ясин, в которой погибло 100 человек, половина из которых были женщины и дети. Это одна из тысячи. И то в самой Википедии написано, что там есть сомнения, там есть разные мнения и так далее. Ну, не будем даже говорить о прошлом, мы говорим о нынешнем. У меня вот такие, можно сказать, интервью, как очень много. Если бороться на Ютьюбе, пару штук можно найти. Их удаляют моментально, удаляют моментально. И так, я же не один активист. Активисты палестинцев и мусульмане, арабы, барсиды, их очень много. Если вопрос касается Палестина, сразу убирается, сразу ограничивает. Ну, у них власть везде, по всему миру. Но ничего, мы... Может, они хотят тем самым просто, чтобы затушить этот конфликт, чтобы его не разжигали именно в СМИ, из-за этого не блокируют? Да нет, это... Какой-то добрый. Конфликт решается одним путем. Вернуть нам землю. Это вопрос только времени. Сколько бы не стоило, мы не отстаем. Это уже... Они должны уже понимать. Это с поколения в поколение. Мы рождаемся палестинцами. Куда мы не ездили, куда мы ехали, мы возвращаемся в Палестину. Наши корни там, они уже поняли это. Вообще, это просто невозможно. Они думали, что мы забудем культуру нашу. Они думают, что если будем работать где-то, или уезжать в другие страны, или роскошь даже, как... Многие люди даже палестинцами, они в роскошь в других странах живут. Хорошо, пожил 10, 15, 20 лет. Потом возвращаются, не один, а целой семьей. И уже 20 человек у нас любят детей размножаться очень хорошо. Мне кажется, поэтому они любят и детей убивать. Да. Часто вот, ну, всегда какой-то конфликт, бомбят и умирают всегда дети. Я думаю, это психологическая атака с их стороны. То есть психологическая война идет. Ну, с 48-го года до сих пор мы, можно сказать, в 15 раз больше стало население. Серьезно? Да. Ничего себе. А их население сколько раз больше стало? Так они не любят размножаться. Их население, можно сказать, не стало больше, а приезжало больше. Я за счет миграции имею в виду. Иммиграция, да, она стала... Они их было миллион, сейчас 6 миллионов в Палестине. 6 миллионов. У нас 17 миллионов. В самой Палестине? Нет, по всему миру дебортировано большинство их. Понятно. Чтобы было понятие у наших, кто нас смотрит, когда я был на границе между Иорданией и Палестиной оккупированной, то там, в принципе, все разговаривали практически на русском языке. То есть они все, или они, или их родители, они приехали, многие, кстати, из Украины. Очень многие, да. Многие из России. Сразу видно, откуда хвост растет, да? То есть они явно пришлые. А насколько я знаю, эти евреи, они называются Ашкенази, правильно? То есть это не те родословные евреи, о которых говорится... То есть они вообще не евреи, они просто иудеи. Они абсолютно, да, они иудеи. Они не евреи. Это просто славянские, может быть, племена, или еще какие-то, которые... Это еще были рекламы во время Советского Союза. Боистов в Израиль бесплатно. Даже так? Да, вот я видел посты, рекламы, прошлость газеты. Сильно в Советском Союзе любили евреев, да? Да, езжайте отсюда. Да, езжайте отсюда. Вот их отправляли туда, и там однообъятое население, русскоязычное в Израиле. Поэтому телевидение, радио, все как на русском. На границе меня задержали два раза русские. С ним общался, как они из Киева, одни из Белоруссии. Ну вот так, да. Да, легко и спокойно. Меня тоже, когда задержали, говорят, а я с двумя еще арабами был, мы хотели проехать. Они мне говорят, а что ты, ты же Сергей, как так? Они что, что, заставили? Да, было очень так. И я им пытался объяснить, но там вообще непробивная тема. Нет, нет, это закрытый вопрос. Вот это вот, как хлеб называется, который они пекут, их маца, да? У нас просто в Дагестане живут таты, ну сейчас уже их мало осталось, они в основном все, когда вот Израиль открыл свои границы, начал приглашать, они все много ехали туда. И меня бабушка еще в детстве пугала, типа, осторожно, таты заберут. Вот, и они, типа, говорят, из детской крови делают, добавляют вот этот хлеб их мацу, короче. А потом нам же раздают, короче, типа. Ну это бабушка, это мало, чтобы ты не ходил, видела. Просто один раз мне в Фейсбуке пост попался одного военного, израильтянина, и он как раз этим хвастался. Типа, вот мы из палестинских детей делаем мацу себе. Вот я себе сделал супер, короче, там, рецепт, добавляешь кровь, младенца, типа, такого. Хвастался этим. Они сильно хвастались, когда сбивали детей даже. Ну, меня лично, я же, я раз в Палестине, я до 18 лет в Палестине жил, и много раз раненый еще, хотя я без оружия всю жизнь был. Огнестрельно раненый или резиновый пуль? Огнестрельный, бьет раз в грудную клетку, разными временами причем. Робры поломаны, нога поломана. Первый раз, когда вас ранили, вам сколько лет было? 14 лет было. 14 лет, Субханова. То есть вы нападали с камнем, или это просто вы шли по улице? Ничего, ничего, просто шли по улице. То есть как вот это вот происходит? Мы понимаем, что, ну, мы видим кадры, когда там они с камнями, палестинцы бросают, а там с автоматами. Но мне кажется, что бывает просто, ты можешь идти, а тебя взяли, подстрелили, что-то по приколу. Ежедневно, ежедневно, я просто выйти из дома, не знаю, возвращаетесь домой или нет. Люди ходят по улицам, они вот стрельт, попаду, не попаду, вот именно вот как игра. Если подошли, даже начинают на тело танцевать, и не разрешают скорой даже подойти. Много раз мы просто спасали эти дети, раненые, именно вот кидались на эти солдаты. Они просто сфоткаются с ними. Чем это не нацизм вообще, Субханова? Это просто зверство. Это же антигуманное вообще отношение к людям. Как бы ты не воевал против народа, но есть же определенные рамки, правильно? То есть убивать детей, женщин, стариков. Там их нет абсолютно, да. Изверги? Именно как бы добранные какие-то люди специальные, я не знаю, чем-то, потому что нормальный человек этого не делает. Даже нам животные жалко, если еще там... Не, так может быть это результат, продукт пропаганды? Ну, может быть. В школе, в принципе, их учат. Ну, там не видно даже, 14-летний ребенок сиониста без оружия. Не может, минимум пистолет. В основном ОЗИ, мини-ОЗИ, их оружие, автоматы. И если он в нас стреляет, ему ничего не грозит. Армия, милиция его защищает, мы виноваты. Почему? Вот ты ударил боли головой. Это жесть, конечно. Я не знаю, то есть если бы у меня были дети, я бы не хотел, чтобы они там жили на самом деле. Это наш долг. Без палестинцев не могут. Ну, естественно, конечно же дом. Это никак, не просто... Это наш общий дом. Дом всех мусульман. Я слышал, что там есть правые, да, и левые, вот в Израиле, евреи. Сейчас правит именно правая часть, сионисты именно, да. И Нитаньяху, типа, сейчас у него срок заканчивается, и левые набирают обороты. И он тем самым, чтобы себе как-то усидеться на кресле, решил вот эту вот резню всю организовать. Да, всегда так. Чисто политический мотив. В основном, политический мотив, ну, знаете, как будто два в одно. Мы будем ущемлять палестинцев, попытаемся отобрать у них мечты лакцабольности, чтобы они не могли ходить в нем, или даже могли, мы два дня, и мы два дня. Ну, они так постепенно в основном. Мы один день, вы два дня, потом один-один, потом вы кто такие? То есть каждый раз, когда под них прогибаешься, они хотят все большего и большего. То есть у них аппетит... Безограничен и неоправдимен. Поэтому в этот раз у них не получилось абсолютно. Только когда наступили на мечты лакцабольности, со всего арабского мира, мусульманского мира, даже первый раз, вот земля, которая оккупирована в 1948 году, они все именно поднялись и ехали в мечты лакцабольности, хотя закрыли их со всех сторон. Именно объединило всех палестинцев и борцов за Палестину. По всему миру, вот именно в этот раз, они как будто наоборот и в себя сделали. Реально, вот они объединили нас. Вот очень мне понравилась Турция, как поступила именно турецкий народ. В Рамадан, там я знаю, что было именно локдаун, то есть нельзя было выходить, там комендантский час был. Они ночью все, они даже не посмотрели на эту толпу, вышли и до конца поддерживали палестинцев. Мечта лакца, вот это, мечта лакца не отступает Макка, не отступает Мазидин Набави. Конечно, конечно, третья святыня, про которую все и забыли. Да, это же... Никто не забывал. Никто не забывал, но он... Вспоминает ее только тогда, когда там случаются проблемы. Вот об этом мы и говорим, да, что мы заняты другими делами и часто забываем о действительно важных делах. Народ реально не как помнит его всегда, никто не забывает, просто проблема в государстве. Вот можно сказать, мы это знаем все, арабы, единственная страна, которая освобождена или пытается освободиться, это Палестина. А все остальные страны оккупированы, только не прямым путем, а через. Косвенно, да. А вообще, по поводу поддержки, то есть вот Израиль, много стран поддерживают, в частности, естественно, Европа и Америка. Кто поддерживает Палестину, вот именно четко поддерживает, я имею в виду, дает какие-то деньги, там, продовольствие, помогает финансово. Все Вишня Аллах нас поддерживает. Все остальные, когда... Алхамду ля, Раба ля, Амин, да. Палестинцы очень продуктивный народ, рабочий народ. Вот у нас самый высокий уровень образования, можно сказать, по всему миру, в кандидат технических наук и доктора. Даже наша диаспора, которая в Украине, нету необразованного человека. Все с высшим образованием. Можете сходить в каждой клинике в Украине, там найдется палестинец. И успешный, не просто доктор какой-то себе. Да, да, я знаю, сам по всему миру, да. Вот. Помогает, конечно, как гуманитарная, и это не гуманитарная помощь, это взамен на что-то. В основном. Даже бывало с Японии или откуда-то медикаментами, они просрочены, мы отказываемся от них. Продукты, битя, они какие-то тоже просрочены, или на подходы. Медоборудование, допустим, оно стоит 100 долларов, они пишут, что это 5000 долларов стоит. И оно ни к чему как-то... Отмывание денег из своей страны. Да, это помощь реальная, конкретная помощь. Нет, сколько там живут? 5 миллионов. Это вообще как Киев. Никакой проблем нету, их содержать от всех мусульман или от какой-то маленькой страны арабской. Тут проблем нету, они просто, типа, помогаем Балестине 50 миллионов. А реальности доходят до Балестина, может, 5 миллионов, даже и меньше. И они не материальны, а продуктами или чем-то, которые нам не нужны. Нам не нужна помощь, я всегда говорю. Если арабский мир, государство, народу оставят нас в покое, мы освободим Балестину. А вы верите, что вас оставят в покое? Нет, конечно. Абсолютно нет. Нас ущемляют в арабский мир так же, как Израиль. Серьезно? Каким образом? Допустим, на границе я подъезжаю. Ну, сейчас с украинским паспортом проще, а когда с палестинским паспортом... Ну, в Иордании меня тоже упакуют. Серьезно? В Сирии тоже. Так в Иордании там процентов 80 населения-то палестинцы вообще? Ущемлены все до единого. Если вы в сектор газа не имеете права работать на 300 или 400 каких-то работ. Професс. Я говорю, я не могу сам посчитать на 50 или 300 или 400 видов деятельности или професс. Там, получается, не имеете права ничего делать. То есть права ограничены? Ограничены полностью. В Ливане тоже самое. В Сирии тоже самое. В Аль-Жире тоже самое. В Тунис, в Маракеш. Ну, во всем арабском мире. Тем не менее, Иордания, насколько мне известно, единственная страна, которая массово давала паспорта и гражданство палестинцам. Я имею в виду, когда только война пошла, там проиграли арабская лига государства. Ну, Иордания, если будем возвращаться к истории назад, это левый берег Палестина. Это тоже Палестина. Да, это Палестина. Поэтому народ одинаковый. Даже обычаи, традиции не отличаются абсолютно от палестинцев. Хотя, честно, через год, как я прожил в Палестине, в Иордании, я отличал иорданцев от палестинцев. Да, можно. Посмотреть на человека, пойму, он из Хеврона, или с Наплоса, или с Рамали, или с Иерусалим. Это есть черта для каждого города. Как, в принципе, и везде. Да. Резолюция ООН поддерживает, как бы, Палестину. А в тот же самый момент мы видим, что та же Европа и Америка Палестину осуждают. Или осуждают евреев, ну реально, ну я имею в виду сионистов, но им ничего не делают. То есть ООН не работает? Абсолютно. Как в свое время не сработала Лига наций, которая привела к Второй мировой войне. Так же самое ООН сегодня не работает, и это может тоже привести к серьезному. Ни сегодня, ни вчера, ни завтра, ни утром. Потому что Израиль его не слушает абсолютно. Как будто его нет. Резолюции 138, 242, многие, сады у нас есть очень многие резолюции в пользу Палестину. Вот две страны, страны Израиль и рядом Палестина. Палестина будет на территории, которая оккупирована в 67-м году. Ничего подобного. Даже в последнем, в 93-м году, когда уже создавалась палестинская автономия, на часть территории, должны в течение 10 лет или 15-й договоренности отдавать полностью Палестину, которая оккупирована в 67-м году. Абсолютно ничего не продолжали. Просто они хотели в тот момент снять на браке с палестинского народа. Там была революция. Конкретно не остановилась. Абсолютно пока не давали нам часть Палестин. И вот до сегодняшнего дня питаемся что-то забрать обратно. Чтобы что-то забрать у еврея, это все возможно. Возможно, заберем, это наше. Хорошо, давайте тогда вернемся к сегодняшнему конфликту. Именно в данный момент что происходит. Как бы, типа, конфликт закончился, перемирие, там вроде третий день уже идет. Но, как я по новостям видел, евреи опять начали атаковать Аль-Кутс. Это еще конфликт закончился. Он никогда не заканчивается, пока не ест. Он обостряется просто. Они просто закончили атаку на сектор газа, потому что Израиль хотела бомбить сектор газа, чтобы, в общем-то, сопротивление со всех сторон. Но они уже поняли, что достать сопротивление или Хамас, или Джигад, или Фатх, которые всегда завоюют против них, они не смогут. Потому что не попадают в цели и не могут против этой ракеты. Ни железный куболь, ничего не работает. Поэтому мы бросили перемирие для того, чтобы Израиль работал. Мы радуемся первой победе, можно сказать. Хотя она такая не фактическая, а моральная. Она на моральном уровне. Когда мы победили, что Израиль был спрячен, парализован. Хоть первый раз могли отвечать своими силами. Мы всегда бросили мусульманский мир, арабский мир защитить нас, потому что у нас армии нет. До сих пор армии нет. А потом поняли, наконец-то дошло к палестинцам, что они должны своими руками что-то делать. Все ракеты самодельные своими руками все делали, и Израиль не может против этого что-то делать. С чего вообще началось это обострение? Да, вот сегодня конфликт, это есть район Чехджарах возле Иерусалима. Ну, в Иерусалиме, но возле Мчиталакса. И хотели депортировать жители. Даже из кадра я смотрел. Один сионист, женщина, хозяйка дома, говорит ему, зачем ты воруешь мой дом? Ну, он именно вот культурно ответил, говорит, простите, если я его не сворую, другой сионист, еврей, сейчас его заберет. Я буду за ним хорошо ухаживать. Ну, это такая отмазка. Да, ну вот, они просто хотели депортировать людей без абсолютно никакой основания. Люди начали их поддержать. И в тот момент, в нашем месяце Рамадана священный, они напали на мечети Алакса. И когда люди совершают намазы и молятся, ну, это абсолютно то же, как люди молятся себе. Они даже из кадра, как их бьют и бросают газовые бомбы. Провоцировали все мусульмане, все, можно сказать, борцов за свободу. И со всей Палестиной начали съезжать именно. Вот даже, которые слабо были верующие, или как не соблюдали праздники, не соблюдали какие-то ритуалы, уже начали молиться и поехали в мечети Алакса. Объединили реально. Алхамдулла, Раба, Аламин. Это, знаете, с обоих сторон. Нам жалко, конечно, то, что в Брайс ходит, и очень жалко. Во всем есть хаир. И хаир то, что они объединили нас. Реально, объединили все Палестине. Они наберли время, разделили организацию, сопротивление. Люди батареялись. Часто такие конфликты именно объединяют мусульман. Реально объединили, и это очень радует. То есть все началось именно с того, что они просто начали забирать жилье, потом начали обстреливать Алакса. И потом уже началось... Что началось? Пошла ответка, я так понимаю. Ответ мне просто, можно сказать, Абу Абайда, Хамас, Мухаммад Аддейв, вот это лидеры сопротивления. Они просили, оставьте в покое, Мечета Алакса, оставьте в покое, сейчас в жарах. Весь мир просил. Это цианистское образование под названием Израиль. Не слушали никого, они типа сильнее всех. И они легендируют, типа, их армия непобеждимая. Их армия никогда не... Именно не воевала с армией. Воевала два раза, мы побеждали. И вот еще раз организация самодельными оружиями. И тогда Хамас сказал, если не уберете, мы будем сопротивляться, и не оставим Мечета Алакса ущемленным. И начали уже как ракеты. А как отреагировали на Аравийском полуострове, Дуалель-Халич, там, Персидского залива? Царство небесное имя. Я не знаю, что еще сказать. Но Кувейт — это часть Палестина, которая... Кувейт, как я знаю, поддержал. Это часть Палестины. Мы считаем Кувейт, это Палестина реально. Я знаю, что Саддам считал ее частью рака. Мы говорим о народе. Это вот именно как она самая близкая к палестинскому народу. Она всегда поддерживает. Даже Кувейт говорила, мне не надо никакой помощи. Я оплачу больностью, чтобы страдали палестинцы. Не надо собрать им деньги. Кувейт все оплачивает. И всегда она в поддержку палестинцев. А другие? А другие нет, абсолютно. Даже посмотреть их новости, как лучше молиться, как лучше обрани, как лучше намаз делать. Ну, такое... Ну, понятно. По поводу Катара. Там же вот в Газии даже показывали, как рушится здание Аль-Джазиры. То есть это информационное агентство Катара. То есть, по сути, Катар он как-то освещает позитивно. Кстати, в Ютубе у меня очень много видео именно Аль-Джазировского по поводу Палестины. Аль-Джазира, вот она показала себя очень даже позитивно в этой войне. Они... Ну, можно не война, атака Израиля на Палестину, так правильнее будет. Очень хорошо себе показала. И даже они не называли Израиль, а оккубированную землю. Вот территорию оккубированную землю и назвали город, не назвали под Израилем именно. Они молодцы, они повсюду были, все время, даже в последние дни мы смотрим на эти ведущие, они даже плохо выглядят, как бойцы наши, потому что они не спали тоже. Субханава. Да, они в таких... Я заметил, реально, вот лента в Ютубе там просто заполнена. Я очень даже удивился. Они правильно преподнесли всю информацию, абсолютно. Это очень хорошо. То есть информационная поддержка с их стороны есть, правильно? Да, да. Хамдулля. Хамдулля. Как вы думаете, вот Израиль, да, спровоцировал вот это вот все действия? Правильным являлся вот этот ход атаки Хамаса на Израиль. То есть они знали, что Израиль даст ответку, то есть у них же нет железного купола, например, да, и почти все ракеты попадут именно на мирное население. Ну, мы абсолютно себя не жалеем, мы готовы умереть не один раз ради Аллахса, ради Родины, ради нашей идеологии, ради веры. Это абсолютно не один раз мы готовы, даже если я еще раз воскресну, готов, то же самое миллион раз. Это абсолютно нам не трудно. Ответку было ожиданно, что ответ будет очень сильным. Мы знаем Израилу, и как он поступает с нами, даже когда мы просто ходим, ничего не делаем. А представьте, когда мы будем сопротивляться, что он с нами делает. То есть по сути разницы нет? Нет, абсолютно. Мы не боимся, мы мечтаем о встрече с Всевышним Аллахом, мы знаем еще наши погибших в рай, абсолютно. Мы даже не говорим, когда умирают на войне, примите соболезнования, мы говорим, поздравляем вас. У нас это поздравление, это праздник, как свадьба. Да, это абсолютно. Даже ритуалы свадебника, когда мужчина или женщина умирают, погибают на войне. Мы этим радуемся. И это не ущемление палестинцев. Но из Сунны посланника Аллаха, салли Аллаху алию салли, мы видим, что он пытался вывезти мусульман из Мекки. Сначала отправил в Эфиопию. Когда там не пошло, он сам гиджу сделал и всех мусульман перевел в Медину. Правильно? Правильно. Сделали гиджу. Почему? Потому что он чувствовал угрозу себе, в первую очередь, и своей уме. Правильно? Правильно. То есть в данной ситуации не будет ли это выходом из ситуации? То есть, скажем так, отойти, отдать эти, грубо говоря, территории, укрепиться и уже вернуться туда? Это мы возвращались уже. В 1948 году сколько народа сейчас? То, что вы говорили, в Иордании их очень много, в Ливане очень много. И мы сказали, две недели, три недели, и вот арабские армии вас возвращают. Ключи до сих пор есть у них, ключи старые. Мы всегда на митингах, даже эта символика уже ключи. Они передаются. Я думаю, замки там уже нет. Да, с поколений, с поколений передается этот реальный, настоящий ключ, который вот когда вот прадедушка уехал, сказали ему две недели. И вот они в палатах до сих пор две недели не прошли. Поэтому оставят и вернутся, нет. Это вообще не обсуждается в Палестине. У нас даже многие поговорки не тут до конца или над землой, или под землой. Другого варианта нет, он не обсуждается. Можете прокомментировать насчет Хамаса? Вообще, как известно, его спонсирует Иран. И сейчас этим манипулируют именно. Вот то, что вот Хамас, террористическая организация, и спонсируется шиитами и так далее. Ну, это как обычная, можно сказать, организация освобождения Палестин и одна из рядов. Есть Фатх, Джабха, Хамас, Джигад Ислами, их очень много. Всегда ищет, кто спонсирует, и это обычно, это нормально, это правильно. У нее должны быть спонсоры. Спонсоры, они абсолютно безусловные. Условия Хамас не принимает ни от кого. Она может учитывать мнение, допустим, Ирана в чем-то. Или учитывать мнение Катара, если спонсирует. Или Египта, или какой-то страны. А диктовать условия Хамасу, я очень сомневаюсь, что кто-то может диктовать условия. Абсолютно, она не террористическая группировка. Какие террористы, она терактов не делает. Она защищает себя, защищает свой народ. Это если она теракты делала в каких-то других странах, если убивали мирные жители, если что-то подобие натворили. Конечно, да, это терроризм. Тут ничего такого абсолютно. Она просто защищает свой народ, защищает свою территорию. Пытается что-то как нормального строить и делать. Террор мусульманов нет. Нету мусульманин террорист. Это абсолютно вот... Если даже посмотреть на всю историю, и посчитать, столько от начала пророка, от начала ислама, столько от мусульманов, всех войн, умерло людей, столько от других религий, и умерло людей. Получается, у нас один процент от христианства, или от иудеи, или от атистов. Поэтому ислам — это мир. Вот даже в переводе. Это просто метафор, который они пытаются собрать вражеское. Против мусульманов, против Хамаса, против Палестины. Хамас — это часть Палестины. Это мой брат, мой сосед, мой друг. Это мы все одноцелое. Каждый палестинец, в нем Хамас, Фатхи, Джигады, все это организации сопротивления, они одноцелое, мы одно тело. Вы входите в эту организацию? Нет. Я ни в какую организацию не вхожу. Я палестинец, и вся организация входит в меня. Это хорошо, да. Хороший ответ. Я имею в виду, что вы так поддержите. Я поддерживаю любую организацию палестинскую. То есть вы видите в этой организации только благо для палестинского народа, для мусульман, правильно? Их же несколько получается. Вот вы даже сами перечислили где-то пять организаций. У нас на слуху это именно Фатх и Хамас. То есть это две самые такие основные. Ну, самые крупные, да, можно сказать, Хамас. Ну, и ООП тоже, да, освобождение Палестины. Как так получилось, что они разные? У них какие-то разные векторы направления? Да, вот Хамас в основном, ну, вот я не буду говорить убежден, просто Хамас это братья мусульманы, для них нужна мусульманская страна, неважно на какой территории. То есть идеологическая? Идеологическая, да, религиозная числа. Фатх это организация освобождения Палестины, не других стран. Ага, вот. Чисто такой национальный вопрос. Да, национальные идеологии, вот чем они отличаются. Но в данном, можно сказать, локации, где они ОП работают, они работают на благо Палестину, поэтому и они Палестинцы. Вот одна территория, одна нация. Даже в одном доме бывает один с Хамаса, один из с Фатха, братья именно и один из Джабан. У них вражды нету между собой? Нет, абсолютно никакой. Это самое главное. Главное, чтобы могли договориться. Если договорятся, победят ничего. Есть ошибок, конечно, в Хамасе и в Фатха. Есть, конечно, разные глаза. Бывают люди разные, их очень много просто. Но в целом проблем абсолютно нет между Фатхом и Хамасом. Хорошо. Вот как вы видите завершение конфликта? Это еще долго, но это не вопрос ни день, ни два, ни три. Еще у нас долгий год. Это вопрос не только мечети Лакса, у нас целость Палестины от моря до реки. Договориться вообще с ними возможно? Невозможно. Я бы не договорился ни за что. Я бы договорился просто как они должны покинуть территорию живыми или мертвыми. А если они говорят мы останемся, но вы ваш президент, грубо говоря? Это вопрос времени. А если к власти придет левый и, как я знаю, у них в политике договориться с палестинцами? абсолютно не будут договариваться. Один просто убивает быстро, бейсбольно, а второй безбосчатно. Почему проиграли шестидневную войну? Нет, абсолютно не проиграли, просто сдавали Палестину. Договором с Палестиной. То есть вот эти вот страны, которые там были, Египет, Иордания, Сирия, по-моему, да, я уже не помню. Они просто сдались. Это спектакль. Я помню, что, по-моему, самая первая война, когда была и мусульмане побеждали, получается, вот эта вот оккупированная Палестина, израильтяне, так называемая, они потребовали, чтобы Америка там все наехали, типа, и перемирие было на неделю, из-за этого недели там оружие сделали. Из-за этого они, в принципе, выиграли. Просто сдавали страну. То есть сами же мусульмане сами сдают все это. Ну, правительство, правительство. И мусульмане, а правительство. Правительство. Купленные. Купленные, когда они дают указ армии. То есть правительство, не мусульмане. Народ тут вообще не причем. Подожди, подожди, правительство не мусульмане. Те, кто такие вещи делают, не являются мусульманами. Как это можно? Они в основном все ставники. Евреев и американцев. Они, вот, вас если посмотреть на все президенты правительства то и америки или англии поставлено вот который сдавали палестину они не могли не сказать как сказал брат нету сейчас свободной страны я сочетаю сработали залезть и надо реально так может все ставники каких-то государств колония колонизация продолжается продолжается до трое другим лицом более мягкой форме да понятно итак мы переходим сейчас блиц опросу напоминаем нашему гостю и вам всем что это такое мы задаем вопрос а вы отвечаете на него коротко или да или нет и все таки первый вопрос умереть в палестине или за границей или жить за границей по поводу разрешения конфликта его решить мирным путем вообще возможно абсолютно нет это со стороны израиль не значит стороны уже давно идем мирным путем уже 25 лет с 93 года четвертого года переговоры переговоры абсолютно не получается с ними они не понимают парламент может это нужно как-нибудь знаете освещать вот мы сейчас живем в украине будем говорить про украину как-нибудь освещать этот вопрос именно на украинском или на русском языке чтобы здесь именно люди поняли эту проблему что вот вы ведете переговоры мирным путем а они не хотят этого договариваться они наоборот настроены враждебно понимаешь здесь думать и наоборот чтобы это вы террористы на израильской информационная война проиграна да потому что кроме аль-жазир на самом деле арабских каналов и новостей нет аль-жазир обещает только на английском и на арабском ну да тут абсолютно ничего люди не знают они слышат они видят ее с другой стороны не видят со стороны израильной со стороны палестине мы переговоры давным-давно ведем если у нас не будет цела израиль нас не послушает и мир даже нас не послушает хорошо пускай резолюция на их выполняет нам ничего не надо уже война закончится но израиль не выполняет ничего почему вот одна причина из-за чего палестина в данной ситуации не может победить государство израиль ресурсов нет никаких абсолютно хватка ресурсов не абсолютно никаких не оружие денег со всех сторон ущемляет все границы абсолютно закрыты даже если открытие закрыты со стороны арабского мира мы воюем не прот не только против израиля реально всего мира в любом аэроборте я захожу с палестинском паспорта меня упакует и закрывает некоторые говорят что аллах не дает вам победу потому что вы не соблюдаете талхид больше вы не соблюдаете сун должным образом что вы скажете не это не может быть потому что мы рождаемся мусульмане это каждый палестинец можно с ним исследовать и учить от него религии потому что с 1 по 12 класса ежедневно урок религии это школьный и еще наши обидчи уже с мусульманские религии обидчи которые соблюдаются дома и на улице и везде это мусульманские палестина в целом мусульманские народы абсолютно у них все соблюдают утром на утренний намаз молодые раньше чем историков они как будто в пятницу в мечету наш дом возле мечета сразу как будто объятничный намаз утром много мужчины много народа уже движение вот сами видите когда проблема в мече талакса сколько народа со всей стороны это уже доказательство что металлы соблюдаем алхамду лилла вы собираетесь вернуться в палестину конечно я каждый год пытаюсь на вопрос и попадаю вас просто не получается вас не пусть всегда получается я даже не говорю родителям еще еду туда вы чтобы они не переживали забывать мне закрывают на день на два на три потом обратно чтобы не переживали когда попаду я уже дома все хорошо как вы воспитываете своих детей вот в украине хорошо они знают откуда они родом они все знают абсолютно как они в будущем заменят вас они со мной всегда на митингах на всех митингах если допустим моя дочь она как взрослая 18 лет и она тут сидела ответила также и лучше чим я отвечал беа баллисты кстати недавно я знаю был митинг в поддержку палестины а даже был центр где-то да флаг был развивался субботу мне сделали митинг поддержку палестину возле мида михайловской площади флаг балестина садро напустили два часа именно всему по всему киеву это был такой ответ на тот митинг который был поддержку израиль здесь не до этого я делал я лично сам как палестинской досбор украине зала два митинга один митинг возле посольства израиль правда там были солдаты больше чем и солдаты спасибо что они были благодарил солдата потому что не защищали нас от посольства израиля а то в прошлый раз бывал митинг возле посольства израиль они вышли хотели нас вообще как-то поэтому солдаты они серьезно вышли начали угрожать что да вот солдаты удивились когда сказать спасибо что вы есть защищаете нас от посольства не думали что наоборот они защищают посольство от нас в редкий случай у вас есть ненависть к еврейскому народу и не к еврейскому нет абсолютно у меня вот тут в украине даже друзей есть вот это поворот к нации абсолютно нет у меня к сианистам проблема не к евреям это надо это кстати часто все путают путают что типа мы мусульмане ненавидим евреев хотим их всех убить зарезать и все остальное вы хотите зарезать евреев то есть война и ведется именно точечно с сианистами с теми кто станет бантами сианистами да вот с ними мы защищаем свой дом да все больше ничего личного ничего абсолютно это наш дом они его забрали вот тогда на этом все джазак мулахайра что вы были с нами сегодня с нами с нами был замечательный гость глава диаспоры палестинцев украины напоминаю хатим ибн али ибн али хатим ибн али ауда кстати первый иностранный гость так что не забывайте подписывайтесь на канал ставьте лайки жмякайте колокольчик и не забывайте делиться этим видео и оставлять комментарии ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху а